чего ждать украине чего ждать россии между прочим от дональда трампа возвращаясь к некоторым знаковым событиям которые произошли в ходе предвыборной кампании я напомню путин однажды сказал что он хотел бы победы ну не байдена простите победы харрис потому как научились мы с ней жить и работать одни говорили о том что этот роллинг а другие говорили что да нет вполне вероятно путин действительно предпочтет победу харрис победе трампа потому что харрис более-менее предсказуемо а трамп едва ли и действительно если поверить в то что трамп однажды обещал путину как он рассказывал в интервью wall street journal ударить ракетами по москве по золотым куполам кремля да он примерно так выразился то можно поверить в то что путину не очень уютно сейчас не говорили и не писали я не поверю как раз таки путину в данной ситуации я считаю что там в кремле сидели молились на победу трампа конечно и вот у меня есть один косвенный признак потому что напрямую да там разные говорят они все там изображают какие-то спектакли но есть общая тональность всех кремлевских сми что еще кремлевских они все кремлевские я имею ввиду телеканалов там газет интернет сайтов и так далее и как мы можем узнать потому что дошло до жителей россии собственно говоря а до жителей россии дошло что надо болеть за трампа был опрос на прошлой неделе а вы за кого бы голосовали если бы вы были жили в сша и рбк проводил в россии на рбк российский да там примерные результаты я сейчас уже так 50 процентов голосовал бы за трампа 15 50 чем-то 15 за хариса остальные бы воздержались то есть перевес очевидный там в три с лишним раза а это же настроение создано то есть все же понимают что вот да да я кстати сразу вспомнил вот есть такой социолог украинский александр шульга который профессионально занимается изучением российского общественного мнения разными способами по разным методикам вот в частности он анализирует контент российских средств массовой информации и блога сферы и вот мы с ним недавно разговаривали эту запись можно найти кому интересно посмотрите пожалуйста подробно она выложена у меня на моем канале в записи и он сказал что подавляющее большинство просто подавляющее большинство месседжей которые содержатся в публикациях об америке предвыборной кампании они в поддержку трампа да и например в украине кстати это я так проводил грубо опросы как мог естественно не сильно репрезентативно но 20 тысяч человек у меня отвечал на этот вопрос две трети предпочли бы видеть камала ухаррис президентом только треть трампа что забавно кстати вот был недавно опрос русскоязычных израильтян там 85 процентов предпочитают видеть трампа так что сегодня в израиле празднуют большую победу тоже теперь что ждать от трампа украине вопрос вы задали и как мы понимаем что это достаточно все непредсказуемо слов сказано много они зачастую эти слова противоречить друг другу но наиболее часто повторяемая мантра которую все-таки трамп повторил очень много раз что он завершит войну между украиной россии за 24 часа он эти 24 часа в разных ситуациях по-разному отчитывал нагрел что это еще до инаугурации иногда я стану президентом и за 24 часа и но это то что он повторял очень много раз это кстати то на что реагировали в кремле прямо песков говорил подождите вот он сказал что за 24 часа а это значит что и как бы негативная была реакция со стороны кремля на историю про 24 часа я вот сегодня провел такой тоже свой социальный эксперимент на что я подумал те же пространство вариантов она реально открылась вот в отличие от случая с камалой харрис где было бы все более-менее предсказуемо тем не менее хотя бы на первый год то сейчас мы сидим вот в чистом поле и я не знаю что завтра скажет трамп и я не знаю что он сделает где на следующий день после инаугурации он может подписать указ о снятии всех санкций с россии может в принципе например я не удивлюсь как бы не будет мне будет неприятно но я не удивлюсь я вот выписал это пространство вариантов и попросил у себя там подписчиков на телеграме выбрать любое количество вариантов ну это не то что или или он же может и одно делать и другое и третье и вот значит что интересно что версию про то что за 24 часа после инаугурации закончит войну поверила три процента людей всего лишь то есть как бы это мягко говоря ненадежное обещание но во что люди поверили первое что он прекратит поставки оружия украине считают у меня 32 процента что он организует встречу трамп зеленский путин 31 процент считает это много и 25 считает что он заставит украину признать крым российским то есть настрой в украине очень сказать тревожный скептичный все это достаточно неприятные такие новости для украинцев но при этом тоже есть соотношение за то что снимет санкции с россии так считает 20 процентов а 17 считает что ведет более тяжелые санкции против россии что он ведь и так говорил и так говорил а теперь этого пространства вариантов попытаемся прийти к реальности как я себе представляю сценарий того что будет происходить я представляю это скорее сценарий после инаугурации конечно потому что пока это все сейчас будет у него будет другие будет чем заняться не буду называть сроков то есть до инаугурации или после но я думаю что у него подготовлено или будет подготовлено сейчас предложение путину прежде всего прямо путину прямо конкретно со всеми деталями и это предложение по сути будет ультиматумом путин там будет написано что смотри вот первое ты заканчиваешь воевать прямо сейчас ты за это получаешь раз два три 4 5 что там будет в этом раза три 4 5 боюсь боюсь судить заранее но что-то про санкции то есть либо снимаем все либо снимаем частично ты получаешь например контроль над крымом но без признания может быть нить над донбассом но без признания их я как пример привожу может быть aún увлением она добасом без признания ты за это в свою очередь. Наканчиваешь войну раз, посылаешь корейцев домой, не знаю, отводишь войска вот из таких-то и таких-то мест, то есть, например, к линии 24 февраля, или отводишь из Херсонской Запорожской области. То есть какие-то уступки ты должен пойти, иначе это не сделка, иначе это капитуляция нас, Америки. Мы Америку, мы не собираемся сдаваться. Ты пойдешь на уступки, мы дадим тебе часть того, что ты хотел. Вот, мне кажется, такого рода будет предложение к Путину сформулировано. И, как ни странно, все окажется в руках Путина, и опять-таки мой сценарий в том, что Путин не поймет, что это ультиматум, а попытается торговаться, и дальше ситуация может развернуться уже в пользу Украины, если Путин не примет это предложение. Если Путин примет так или иначе это предложение, то Украину додавят, чтобы Украина, в американской смысле, чтобы Украина тоже приняла в том или ином виде это предложение. Потому что не оставят выбора, потому что мы помним, к сожалению, Украина есть этот четкий негативный опыт весны нынешнего года, когда к нам не поступало американское оружие, вообще не было американской помощи. И мы находились в огромном кризисе на фронте, и россияне и продвигались, и действительно огромные потери были у Украины, потому что, как выяснилось, снаряды и снаряды там артиллерийские и реактивные, они заменяются пехотой. То есть, либо это жизни украинцев, либо снаряды, одно из двух. Второе, что мы видели, что весной самые большие были потери среди мирного населения в городах, которые подверглись террору, это Харьков, Сумы, Запорожье. Тогда эти были самые жесткие обстрелы и бомбардировки, потому что не было средств для ПВО. И мы помним, что весной мы потеряли всю нашу энергетику украинскую, все лето мы жили без электричества. Почему? Потому что не было ПВО, ракет для ПВО. Для патриотов не было ракет. И вот, как сказал Зеленский, когда россияне разрушили крупнейшую нашу ТЭЦ, трипольскую ТЭЦ, что мы видели все ракеты, мы сбили семь ракет, а на остальные четыре у нас не хватило антиракеты. Просто нам нечем было их сбивать. Это вот такая ситуация. И все понимают в Украине, и украинское руководство, безусловно, понимает, что если американцы скажут, вот наши условия, но если вы не согласны, мы не будем вам поставлять оружие, то, к сожалению, несмотря на все сопротивление жителей Украины, видимо, придется идти на какие-то такие, на какие-то вокруг этого, что ли, скажем так, условия. То есть, как раз в Кирине, конечно, и Украина. Понятно, что Украина не будет признавать никаких оккупированных территорий, ни при каких обстоятельствах, это само собой. И есть лазейка Украины, тоже приятная, ну, лазейка, но она есть. Какие бы условия сейчас не навязали Украине, если все это будет вот так. Этот сценарий, я сразу скажу, что я ему отвожу 10-15%, потому что я не верю в мудрость Путина, не верю в то, что он согласится. Но у Украины есть Венская конвенция о международных договорах, которая утверждает, что если договор заключен с применением силы или угрозой применения силы, то бишь, когда российские войска находятся на территории Украины, то этот договор считается ничтожным, и Украина может прийти и заявить, мы этот договор больше не признаем в любой момент. Что бы Украина сегодня не заявила, международное сообщество этот договор может опротестовать в любой момент по Венской конвенции, его договорах. Вот и все. Поэтому нет юридически чистого способа завоевать территорию и присвоить ее себе после того, что есть такая Венская конвенция. Ну и особенно с учетом того, что было раньше, включая договор, который существовал когда-то между Украиной и Россией, признававший определенные границы, которые ни по какому положению международного права пересмотреть невозможно. Да, поэтому я думаю, что признания не будут заставлять Украину ничего признавать, не будут. Но если еще раз подчеркну, тут важно первое условие, что Трамп формирует требования, ультиматум Путину, и Путин его принимает. Тогда только начнется давление на Украину. Потому что, конечно, все начнется с разговора с Путиным. Очень велика вероятность, что Путин не примет этот ультиматум, потому что у Путина нет цели. У Путина есть только путь. Вот буквально с мыслью мы сейчас столкнулись с ситуацией, у Путина есть только путь. Путин не хочет заканчивать войну, у него нет такой идеи, такого плана. И нет задачи такой. А зачем? А что? Вот самый интересный вопрос здесь, знаете? А что делать Путину, если война кончилась? Если он получил там вот эти оккупированные территории себе, а как ему дальше жить? Что делать? В смысле, руководить Россией, в которой что? В которой на посты назначили всех этих ветеранов СВО, в которой экономику перестроили вот на эту торговлю поломанными стиральными машинами с Китаем. Вот как ему управлять этой страной? Пока есть война, он точно знает, как ей управлять. А когда войны нет? Ну да, потому что придется сворачивать производство в оборонной сфере, которое давало рост общей экономике. А разворачивать? А что разворачивать ему в этот момент? Вы правы, смотрите, Михаил, у меня приходит в голову продолжение вот этого вашего сценария. Ведь сейчас миллионы граждан России стали выгодоприобретателями от этой войны. Это и рабочие, которые работают там пусть четыре смены, но получают значительно большие деньги, чем раньше на разного рода оборонных производствах. Это контрактники, те, которые выживают, которые возвращаются при больших деньгах. Это люди, которые вовлечены в различные структуры, которые обеспечивают так называемую специальную военную операцию. И пропагандистские, и в кадровом смысле. То есть придется сворачивать только-только развернувшийся колоссальный сектор экономики экономики и колоссальный сегмент общественно-политической жизни. Вы сейчас перечислили примерно от 10 до 15 миллионов человек. Причем это без членов семей. Так как если мы умножим там хотя бы на 3,5, ну с членами семей, то мы получим 35-50 миллионов россиян сегодня участвуют в этой войне вот таким способом, который вы описали. И это, кстати, логичная цифра. Почему? Вот на следующий год в бюджете Российской Федерации 40% на войну. 40% сразу напрямую на войну. Плюс закрытые статьи, и мы получаем больше 50% бюджета идет на войну. А это и есть госрасходы, да. Учитывая, что госрасходы в России это половина бюджета, в смысле половина бизнеса государственный, то и получается, что вот собственно 50 миллионов человек кормятся сегодня с войны. И другого способа, а как они должны жить, чем они теперь должны вообще все заниматься, куда их всех девать. Да вот даже, знаете, Россия, вы видели наверняка эту историю, что Россия платит за корейских солдат рисом. Ну это вы наверняка читали на прошлой неделе эту историю. 700 тысяч тонн риса. И я там пытался оценивать, сколько это на человека в России, вот сколько. Каждый россиянин сдает рис из Северной Кореи. 6 килограмм. Каждый россиянин сдал рис из Северной Кореи за прокат этих солдат. Все до сюда бы нормально. Но мне сегодня задали вопрос, который я никогда не задумывался, зрительница мне написала. Михаил, а сколько всего риса в России выращивают? Я полез посмотреть. 1 миллион 200 тысяч тонн. То есть получается, что Россия 60 процентов своего риса, сегодня выращенного, тратит на покупку корейских солдат. Вот так устроена сегодня российская экономика. И как бы поменять... У меня есть подсказка для российских экономистов. У вас там, ребят, проблемы с рупьями, которыми Индия вам платит за нефть. Вот, пожалуйста, на эти рупьи покупайте рис для Северной Кореи. Индия, по-моему, крупнейший, один из самых больших производителей риса в мире. Вот такой бартер, да? Нефть в Индии, Индия, рупьи, рупьи производителям риса в Индии. И там еще что-то подзаработает транспортная компания, которая из Индии в Северную Корею будет этот рис доставлять. И вот смотрите, мы говорим про экономику, но на самом деле, конечно, важнее не экономика, а вообще внутренняя политика, идеологическая мужчина и так далее. Внутренняя политика сегодня Путина построена на войне. И он президент войны, и он нужен для войны. Вот как... Вот кому он понадобится, если война закончилась? Ну, сидят люди, там, элита российская, скажут, ну, все, войны больше нет. А нам теперь Путин-то зачем? Отношения он со всеми испортил, там, и так далее. Когда нет войны, так и Путин не нужен. И он-то это точно знает. Поэтому мне трудно поверить, что при власти Путина война, в принципе, может быть каким-то способом остановлена. Вы знаете, мне сейчас что подумалось еще, Михаил? Ну вот, если представить себе, допустим, что теми или иными способами, за счет той или иной помощи, за счет мобилизации собственных ресурсов, за счет там новой волны подъема патриотических настроений и так далее, Украина нанесла бы какое-то очень болезненное, очень чувствительное военное поражение, хотя бы на каком-то участке фронта. И вот в этой ситуации, когда Путину надо что-либо было бы делать, ему гораздо было бы удобнее сказать о... Ну, выждать какую-то паузу, разумеется, не сразу после вот этого какого-то конкретного военного успеха, а через паузу сказать там все. Мы решили, что все, задачи СВО выполнены, вот по информации нашей разведки, больше никаких нацистов в Украине не осталось, деноцификация завершилась, демилитаризация завершилась, все, останавливаем СВО, заканчиваем. А вот когда будет ситуация, Трамп выходит где-нибудь там на лужайке перед Белым домом и говорит, все, я вот предъявил Путину ультиматум и жду от него ответов относительно моих предложений о том, как завершить войну в Украине, Путину будет очень трудно в этой ситуации сказать, что ему удалось выполнить задачи специальной военной операции. Правда? Конечно. А еще... Потому что он будет выглядеть человеком, который вынужден идти на переговоры, на мир совсем по тем параметрам, которые он тысячу раз сформулировал. Отдайте нам это, отдайте нам то, снимите с нас все санкции и пусть Украина ни в коем случае не вступает в НАТО и пусть у нее будет там три с половиной самолета, четыре с половиной танка и сто человек солдат. Если взять хотя бы Донецкую область, которую явно Путин наметил как вот такую цель, то типа мы захватим Донецкую область и тогда с Трампом договоримся. Но вот сейчас, говорят, страшное наступление России в Донецкой области и так далее, и так далее. И последний месяц Россия захватила больше квадратных километров украинской территории, чем за любой из месяцев прошедших двух лет. То есть последний раз такое было там в июне 22-го года. Но знаете, сколько она захватила? Она захватила 150 квадратных километров вот в этом страшном месяце октября, когда это рекордный абсолютно месяц. 150. Площадь Донецкой области 26 тысяч квадратных километров. 26,5, я бы даже. Да, соответственно, грубо говоря, 170 раз постолько это Донецкая область. Да, из нее две трети уже захвачены россиян. Две трети. Но даже треть, это означает, что это 60 раз постолько. Это 60 месяцев, это 5 лет таким темпом, если взять самый высокий темп, который когда-либо был у россиян в продвижении на этой войне. При наличии, естественно, американского оружия. Тут снова мы упираемся вот в это. Поэтому решить даже такую задачу... 5 тысячных процента территории. Вот это вот 150 квадратных километров, захваченных беспрецедентно высокими темпами для этой войны, да? Это всего-навсего 5 тысячных. Ну, хорошо, 6 тысячных. Если округлять, там 0,00 и дальше 5666038. Вот я посчитал на машине. Совершенно верно. Поэтому они не близки никаким достижениям, о чем, кстати, западная пресс-то вот накануне выборов и писала, выборов американских, что вот все мы как бы с одной стороны видим это наступление, да, успехи, да, 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 но давайте как бы соотнесем с потерями России, давайте соотнесем с тем, что где Покровск, который они, помните, летом все говорили, Покровск уже похоронили, но Покровск не взят. Весной хоронили Часов Яр, прощались с Часовым Яром, но Часов Яр не взят, то есть это все с весны продолжается. И мы говорим про Часов Яр, город, где довоенное население 13 тысяч человек, а его штурмовать начал еще Пригожин. Часов Яр начал штурмовать Пригожин в июле 22-го года, то есть прошел год и 5 месяцев. Ну, вот результаты. Поэтому как бы нет, при вот хотя бы том же уровне американской поддержки, который есть на сегодня, каких-то мега достижений от России ожидать вряд ли приходится. Как вы думаете, Владимир Зеленский сумеет найти общий язык с Дональдом Трампом? Мне показалось, что вот в каком-то смысле, когда он в Рикявике на прошлой неделе очень жестко высказывался по поводу и утечки информации про томогавки, про переговоры, которые он вел относительно томогавки через газету New York Times, и горькие слова, которые он говорил по поводу того, что далеко не вся помощь, совсем не вся помощь, которая была нам обещана, в реальной жизни достигла Украины. Это был какой-то месседж Трампу, нет? Да, конечно. Так же, как и весь план победы был ориентирован на Трампа, а не на Байдена. Для Трампа был план мира. Для Трампа был план мира, и все шли по этому мирному треку. Для Байдена, имейте в виду. Для Байдена, да, для Байдена. А для Трампа план победы, и в нем есть два скрытых пункта, ну как бы скрытых, уже один из них уже полностью опубликовали, второй частично, которые прямо обращены к Трампу. Слова, что мы давайте заменим американские войска на украинские в Европе, это прямая цитата из Трампа, которую давайте замените европейцами наши американские войска. И второе, это про ресурсы Украины, а это к нам приезжал сенатор Грэм, который сказал, у вас тут ресурсы на несколько триллионов, давайте вместе все добывать. Вот там на Донбассе, там Сиам и так далее. И Зеленский другим текстом это написал, ну в плане Зеленского, но там есть закрытый текст, который наверняка чуть более подробно раскрывал эту тему, про литий, там уран и так далее. Ну какие-то преференции для американского бизнеса в этом. Я думаю, что вот это и история про стратегическое неядерное сдерживание России. Она Трампу должна понравиться. Да, да, да. Мне и показалось, что план победы написан для Трампа. Вот так я думаю.